Что такое генетическая память? Вопрос, чтобы не все читать, а кого природа? Генетическая память – это то, что любое действие, любое, так сказать, человек, который совершал в своей жизни, оно не только проявляется в том, что он делал, а отражается в нем само, то есть влияет и меняет его самого, и также влияет его генетику. И генетическая память, вот я помню его понятие эволюционного числа, просто если генетика развивалась в определенное время, то за это время все это накладывалось, накапливалось, и человек передает своим потомкам уже накоплено, иначе бы никогда развития и эволюции не было от микроорганизмов, никогда не было, кроме как амеб, даже не амеб, а просто вирусов бы никогда не было. Если бы не было изменений, вызванные воздействием на организм живого существа, внешней среды и, если бы не было человека, его самого. Потому что когда появляется сознание, разумное существо уже не только подвергается воздействию внешней среды, но и подвергается действием самого себя. И вот эти действия самого себя и окружающих меняют его генетику. Но это не значит, что, извините, если человек подонок и так далее, у него рога и хвост выросли. Было бы, конечно, хорошо. По крайней мере, было бы всем видно. Правильно? Но, к сожалению, этого не происходит. А происходят другие изменения. Происходят изменения на уровне генов, когда некоторые атомы меняют свое положение. Когда, например, ерунда какая-то, да? Но эта ерунда приводит к тому, что многое изменяется. И приводит к тому, что накопленный опыт тысяч поколений, который отражается в генетике, может быстрее или медленнее принимать знания, к примеру. Потому что если это уже было заложено в генетике, ну, пускай не все, но что-то, то гораздо легче открывать то, что было, чем того случая, когда этого не было и приходится нарабатывать. Почему? Потому что изменение на уровне генетики проявляется на уровне сущности тоже и наоборот. И таким образом, развивая себя и тело, и сущность, человек меняет свою генетику. И это происходит действительно на уровне атомов, на уровне молекулярного уровня. И, к сожалению, а может и к радости, кто его знает. Потому что, а может быть, и к лучшему, если бы все подонки были видны, кажется, сразу бы, да? Может быть, было и к лучшему. Но кто его знает. Но в любом случае, есть, как оно есть. И поэтому это действительно реально присутствует, и реально есть. И даже вот современная химия уже, наконец-то, после долгих размышлений, десятилетий, к сожалению, не потребовалось, пришла к пониманию, что даже просто синтезировать химическое вещество, которое есть в организме, химически точно, это не значит, чтобы это химическое вещество было воспринято организмом человека, либо живого организма, в любом случае. Потому что, кроме того, что химическая формула есть, есть пространство положения атомов в той же самой молекуле. И вот живые организмы имеют химическую формулу такую же, но пространство положения атомов в молекуле совершенно другое, и оно получит родное для живого организма, воспринимать легко. А химически созданы, химическая формула та же, но отношение положения под таким углом, как развернутые атомы в этой молекуле, другое, и живой организм их не воспринимает, они являются ядами. Забавно? Ну, это так. И вы поймете, почему именно так. Потому что, когда органика есть, живая, у нее атомы уже распоряжены по определенному порядке. Правильно же? А теперь, представьте, молекулы, которые приходят, взаимодействуют с ними, у нее тоже должны, как вот, помните, состыковка спутников на орбите, должна быть состыковка тютика в тютика, иначе они не соединятся. Правильно? Вот вам, пожалуйста, пример. То же самое, что происходит. Атомы, для того, чтобы химические связи возникли, они должны не только химическую формула, они должны располагаться близко друг к другу при взаимодействии, чтобы возникли химические взаимодействия между атомами и возникло то соединение, которое должно быть. Или иначе, если оно будет в другом месте, возник химическое соединение в другом месте, в котором оно должно быть. Хотя химическая формула та же самая. Вот химическая химия только недавно дошла о том, что существует пространственная структура молекул, которая не менее важна, чем сама химическая формула молекул. Вот такой момент можно отдать по этому вопросу. Следующий вопрос. Я хотел бы с одной стопочки беру, с одной стопки беру, с другой стопкой вообще.